За счет того, что мы перешли на уровень совершенно других технологий, совершенно другого уровня жизни, женщина может абсолютно спокойно позаботиться о себе сама. У нас есть такое движение «Жить на равных» — партнерские отношения. Партнерские отношения, которые построены на уважении, на уважении достоинства другого человека, там, где оба видят и принимают потребности друг друга, не унижая. Для того, чтобы произошел этот эволюционный скачок, нам необходимо, чтобы все женщины мира стали свободными. Нам необходимо, чтобы в каждой частичке нашего земного шара мужчина и женщина вошли в это состояние равенства. Сейчас готовится законопроект о защите жертв домашнего насилия и о том, чтобы агрессоры были наказаны. И я знаю, что сейчас есть много защитников так называемого традиционного, традиционно-русского уклада в семье. Традиционной семьи. Традиционной семьи, такой патриархальной, когда, например, такие аргументы приводятся, что если муж принуждает жену к сексу, или как-то удовлетворяет свои потребности сексуальные без ее согласия с ней, то это не является насилием. Или, ну, что если муж воспитывает жену, как-то поколачивает, то это нормально, так всегда было. И не нужно, ну, то есть прям идут протесты против этого закона, что не нужно рушить семью, нужно сохранять семью, и что вот эти вот феминистки, которые за этот закон, они, значит, против брака и против такого семейного уклада, против семейных ценностей. Что ты по этому поводу думаешь? Мне весьма странно слышится, что семейные ценности — это насилие. Я не рассматриваю никогда никакую форму любого насилия, даже пассивную ненависть как равнодушие какого-либо рода ценности. Это деградация. И если некоторое время назад эта форма отношений была нормой, по всему миру, женщина находилась в таком рабском состоянии, на рабском месте перед мужчиной, этому есть объяснение. Мы говорим в контексте системной психологии, что человечество проживает эволюцию. И у человечества были некоторое время назад другие формы сознания, другие уровни сознания. На сегодняшний момент, мы уже говорили, у нас есть уже видео об этом, где мы говорили о том, что был закон о принадлежности, когда системный закон входил, и человек находился на первом уровне сознания вот этого закона. Потом была клановость, как раз когда вошел в свой расцвет вот этот патриархат, когда женщина была на втором месте, потому что заботился о сохранности семьи именно мужчина. Либо физически, потому что мужчина был сильнее, либо финансово, потому что когда зарождалось общество, зарождался такой социальный уровень жизни, социальная жизнь, именно мужчина, он взаимодействовал с этим социумом, и финансовую сторону, такое выживание он обеспечивал семье. На сегодняшний момент, за счет того, что мы перешли на уровень совершенно других технологий, совершенно другого уровня жизни, женщина может абсолютно спокойно позаботиться о себе сама. Ей не нужно особое физическое состояние, ей не нужно особые физические возможности. Сегодня женщина спокойно по своему интеллектуальному состоянию, состоянию ума может конкурировать, здраво, здорово конкурировать с мужчиной в бизнесе. Может быть, на равных. На равных. На менее успешной, чем мужчина. На менее успешной, да. И именно поэтому сегодня мы в своем сознании вышли на третий уровень, где закон баланса «давать и брать», он одерживает верх. Мы сегодня живем, исходя из позиции того, что мы хотим, у нас есть такое движение «жить на равных». Партнерские отношения. Партнерские отношения, которые построены на уважении, на уважении достоинства другого человека, там, где оба видят и принимают потребности друг друга, не унижая, не оскорбляя, учатся жить из толерантности, учатся жить вот из этого уважения. И, конечно, в этом контексте нету места никакому насилию, нету места никакому подавлению. И, мало того, человечество готовится перейти на четвертый уровень сознания через некоторое время. Не сейчас, но нам нужно хорошо укорениться на этом третьем. Для того, чтобы произошел этот эволюционный скачок, нам необходимо, чтобы все женщины мира стали свободными. Нам необходимо, чтобы в каждой частичке нашего земного шара мужчина и женщина вошли в это состояние равенства, вошли в это состояние равных прав, где жизнь, достоинство, мужчина ли это или женщина, будут цениться на равных. И, конечно, для меня это люди, которые ничего не понимают про любовь, могут говорить о том, что принуждение к сексу или принуждение к тому, что женщина должна сидеть дома и воспитывать детей, это про какие-то истинные ценности. Нет, это не про ценности, это не про любовь. Это про то, что... Это про то, что мужчины не умеют управлять своей силой. Это про то, что они самоутверждаются. Если они не могут выстроить красивые отношения, если они не могут выстроить отношения, построенные на доброте, если они не могут построить отношения на истинной духовной ценности, они говорят о том, что нужно подавлять. Они говорят о том, что нужно приходить и брать силы только потому, что есть царь вселенной, который имеет право. Нет. На сегодняшний момент никто не имеет права насильно относиться к другому человеку. Насилие – это насилие. Это ненависть, это злоба. И нужно называть вещи своими именами, так, как они есть. Это не уважение и это не любовь. Это не доброта, не красота и не истина. Это не духовные ценности. Это желание власти. Не точка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok